всем ребят привет как вы видите у нас северные стороны тоже оттаивают южные все оттаяло а вот северные есть и наконец-то я добрался до своего гаража и пришло время сдавать металлолом который у нас скопился за прошлый сезон да ребята я не брезгую крупные металлы я всегда собираюсь полей где бы он не встречался ну и получается достаточно хорошо сегодня мы посмотрим сколько можно металлолома увести на шеве ниве сколько металлолома сопутки не целенаправленно не целенаправленно собирал металлолом а так валяется крупная положил в багажник валяется багажник и того за сезон накопилось не хило не хило и сегодня я вам продемонстрировать сейчас я начал свое шефки него загружать сиденье откинул очень хорошо удобно вот такие вот механизмы встречаются я конечно мимо такого не прохожу всякие шестеренки всякими механизме лемики в общем все 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 мелкие складываю мешки ну и в целом посмотрим посмотрим что у меня скопилось за сезон все показывать конечно не буду что как сейчас нагружу покажу сколько получилось поеду на весы взвешусь и покажу наличку сколько можно получить за сопутку которая встречается так что ждем смотрим ну что ребят немножко я расчистил свой гараж а то захламил за все время знаете металлолом я служил думал будет больше но вот такие вот вещи которые я находил я металлолом не отправляю в связи с тем что это наша история эти вещи ухваты горшочки чугунные это наша история и я их по мере возможности чищу и как вы знаете видеосюжетах я сдаю школьные краеведческие музеи потому что это наша история сегодня мы сдаем очередной раз исторические находки связанная с краем нахожусь я около своей школы в этой школе учится мой сын круглый отличник тянет на золотую медаль в этом году будет поступать и младший сын вот так что я стараюсь именно для своих детей чтобы дети мои были по истории образованы вот такой вот у нас наконечник от стрелы датировать какого века не могу но это у нас металл железо довольно таки интересный такой наконечник вот такой наконечник копья тоже металл железо очень интересно вот одна из моих сегодняшних экспонатов это нас седло очень интересное то что она полном сборе все пряжки все ремешки вот такой вот хомут тоже интересны тем что все здесь настоящая все живое все кожные предметы на месте вот выйти в хлястике вставлялись у нас тяги и вот масло бойчика если вы узнаете как я его подымал с чердака с чердака старого дома вот на она теперь он будет радовать глазки маленьких зрителей потому что это наша история а историю надо уважать и чтить тяжелый утюг вот такой крюк для лампы ильича ну то есть для лучины но некоторые вещи можно использовать повторно вот такая вот киянка черенок поставила топора и все рабочий инструмент некоторые вещи можно использовать повторно если они в хорошем бодрым внешнем виде так что так вот ребят такие вещи я не выбрасывая сейчас покажу сколько я нагрузил загрузил я ребят машинку конечно может и влезть поболее в мешках мелкие вещь а сверху все остальное сейчас металлоприемку съезжу цена у нас на металлолом поднялась так что сейчас как раз время сдачи металлолома летом было 9 а сегодня сейчас вы увидите и будете удивлены так что ладно едем получать наши денежки заработанные денежки помимо ребят старины которую я отложил я еще отложил вот такой материал всякие уголки в общем современная вещь которая в хозяйстве пригодится здесь есть инструмент все пригодится ребята в дальнейшем эти инструменты как вы знаете дорогие и раскошеливаться на покупку этих вещей не стоит вот и их тоже отложил ладно поехали ребят приехал я на металлолу базу и вы знаете мне очень медь 470 вообще просто озвачиваюсь у меня еще меди латуни там полно вот надо наверное все таки перебрать разделить и снова сюда за получением нашего дополнительного заработка от нашего копа ну все на монетах не зарабатываем хоть заработаем на металлоломе ну что ребят приехали на весы положили получилась вот такая куча на весах получилось 352 килограмма вот сопутка за сезон сдают здесь ребята все что угодно смотрите какие ребята эта вещь я бы такой не сдавал личные задвижки очень интересно здесь можно еще встретить на металлоломе металлоприемки движки в общем мусор 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 здесь небольшая доска есть принимают здесь и сотовые телефоны и всякие платы жесткие диски в общем все 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 цена аккумуляторов что-то 45 48 чет без наличных за килограмм до алюминий 50 53 алюминий электричество 883 вот также смотрите чермет 23 мы уже видели и вот расценки так платы мобильные телефоны смартфоны 700 рублей за килограмм до медь 400 470 рублей его не надо тогда тоже своих тоже медь перебрать постараюсь да чё там у нас получилось опа 7600 ребят 7600 неплохо неплохо лучше чем летом летом по 9 рублей если не ошибаюсь а сейчас 23 нормально нормально и так ребята в общем мы сдали металлолом цену я уже озвучил получилось не хило 7600 7600 ребята 7 летом был бы это всего-навсего трешка максимум но сейчас пообщалась именно с металлоприемщиком говорит что к лету слух прошел что цена еще возрастет но она в самаре цена 25 рублей за килограмм уже здесь 23 возможно я ребята со сдачей металлолома даже поспешил наверное наверное поспешил но что зато наличные деньги на ремонт на нашу квартиру сейчас сразу же в магазинчик прикуплю себе инструмент в том числе лазерный уровень там всякое 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 сейчас буду заниматься с электрикой штробить в общем болень делов у меня полно так что не обессудьте что видео сюжетов очень редко и не такие объемные как были раньше так что ладно до новых встреч ребята собирайте металлолом с полей с лесов и в конце сезона возможно получится неплохо как у меня сегодня на этом все всем пока до новых встреч